Ну что ж, всем привет, с вами я Вайперман. Как вы могли заметить, уже третий раз подряд я делаю видео об актуальности того или иного шутера. И ведь и вправду, я как раз планирую четвёртое видео подряд сделать видео по шутеру, а по какому именно вы узнаете в следующий раз. Хотя, может быть, мои планы изменятся. А на поездке дня у нас видео про Insurgency GenStorm. Так что усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном и желаю вам приятного просмотра. Вообще, если бы Лучедор не сделал видео по Insurgency GenStorm, то, скорее всего, я бы никогда в жизни не заинтересовался этой игрой. Более того, я даже не знал бы существования об этой игре. И когда я до конца посмотрел ролик Лучедору об Insurgency GenStorm, я тут подумал, а почему бы не купить эту игру. И на моё удивление, эта игра мне сильно понравилась. И как бы это странно ни звучало, но эта игра стала заменой Rainbow Six Siege. Если вы смотрели моё видео посвежу, то и так в порте то, что я там наиграл приличное количество часов. Правда, на моменте создания видео я не особо-то и много часов наиграл в Сеншторм. Тем не менее, Сеншторм вызывает у меня больше симпатию, нежели Сидж. Однако, почему же мне эта игра сильно понравилась? Во-первых, это кастомизация. На моё удивление, солдат выглядит как солдат, а не как клоун. Конечно же, в игре имеются скины, за которые надо платить, но, к счастью, это не обязательно. К тому же, не особо-то и сильно выделяются. Также вы можете кастомизировать своё снаряжение. Только вот стоит ограничение по выбору снаряжения. Каждое оружие или иное снаряжение солдата стоит определённое количество очков. Например, если вы хотите себе сильную пушку за 5 очков, то придётся избавиться от брони или ещё чего-то, которое вы считаете ненужным. Это вам не эскейф фронтарков, в котором можете устанавливать все виды прицелов на одну пушку. Во-вторых, как в Battlefield здесь имеются классы, которые отличаются между собой. Первый класс это автоматчик. Думаю, так ясно, кто это такой. Второй класс это прорывник. Он отвечает за ближнюю дистанцию и имеет в арсенале собой дробовики и пистолеты-пулемёты. Третий класс это осведомитель. По факту это то самое, что автоматчик, только у осведомителя более крутые пушки. Четвёртый класс это взрывник. Из названия становится ясно то, что этот класс имеет при себе гранатомёты и метательное оружие. Пятый класс это снайпер, отвечающий за дальний бой и разведку. Шестой класс это пулемётчик, который по идее должен отвечать за защиту, но на деле это то же самое, что и снайпер, только намного хуже. Я так говорю, потому что бывают такие киберкатлеты, которые засиживаются в укромных местах и расстреливают всех. Последние два класса, наблюдатель и командир, это симбиоз. Первый отвечает за связь, другой за вызов подкрепления. В противном случае, если одного из двух классов не будет в вашей команде, то тогда можете не надеяться на воздушную поддержку или на арт-обстрел. В-третьих, в игре присутствует и мультиплеер, и кооп. Если вы новичок, то для начала идите играть в кооперативный режим, а потом в мультиплеер. Также в игре присутствуют иногда ивенты. Например, во время создания этого видео сейчас ивент, в котором нужно исключительно пользоваться дробовиками. А ещё, насколько я помню, в Сеншторме были рентинговые бои. Их по непонятную причину выпилили, и пока что не ясно, вернут их или нет. В-четвёртых, это аудитория. Я заметил то, что в основном эту игру играют ребята примерно моего возраста. И на моё удивление, в большинстве случаев здесь имеются адекватные игроки. Конечно же, есть такие ребята, которые любят включить музыку во время матча, или там поорать на кого-то за что-то, но такое бывает редко. Поэтому шанс встретить школьника, играющего в Call of Duty, Battlefield, Fortnite, PUBG или дядю, играющего в арму, крайне мало. А если всё-таки попадётся какой-нибудь школьник или дядя, то, скорее всего, всё будет нормально. Сколько я играю, а токсиков почти не встречал. И в-пятых, это графика. Графика здесь приятная. Конечно же, здесь бывают мыльные места, но, скорее всего, это моя проблема, поскольку мой ноутбук недостаточно мощный, дабы играть на средних настройках. Так что, если у вас слабый компьютер, то лучше не покупайте эту игру. Но если вам хочется поиграть в эту игру, то покупайте Insurgency 2014 года. Там всё ещё имеется онлайн, только вот обновления давным-давно не выходят. Кстати говоря, я однажды планировал купить Insurgency 2014 года, но подумал, что лучше куплю Sandstorm. Честно говоря, я реально боялся то, что Sandstorm у меня не подтянет. Но, на моё удивление, игра всё-таки потянула, правда, придётся играть на минимальных настройках, дабы FPS не падал. Когда я повышаю настройки или включаю OBS, дабы записать стрим по этой игре, у меня FPS падает до 30, а так у меня 60. Но, увы, из-за того, что у меня стоит Intel Core i5 и GTX 1650 Ti, вам придётся наслаждаться шокальным качеством на стримах. Вообще, данная игра предназначена не для всех. Но, с другой стороны, данная игра пытается усесться на двух стульях. А если точнее, эта игра пытается казаться одноременно и кузуальной, и хардкорной. Притом, я говорю в хорошем смысле то, что это идеальный гибрид CS-ки и армы. Настолько хорошо сбалансировано у шутера я не видел очень давно. Поэтому, если вы сильно устали от кузуальности или, наоборот, хотите отдохнуть от хардкора, то, скорее всего, Sandstorm вам понравится. Лично я считаю эту игру идеальным шутером. Но, в то же время, я считаю то, что в игре всё-таки присутствуют минусы. Для меня имеются три минуса, а именно оптимизация, кемперство и отсутствие компании. С оптимизацией и с кемперством, думаю, и так всё ясно. А вот, к сожалению, с компанией всё не так уж и радужно. Поначалу планировалось то, что в игре будет сюжет. Но, по непонятным причинам, решили отказаться. Был бы сюжет в этой игре, игроки хотя бы понимали, ради чего воюют мультиплееры и в кооперативе. Нет, конечно же, в игре есть мотивация, а именно прокачиваться. Но, к сожалению, когда вы докачаетесь до 20 уровня, у вас абсолютно все пушки и классы будут доступны. И дальше вы, скорее всего, не будете в это играть. Хотя, если у вас имеются друзья, которые в это играют, то гарантия веселья вам обеспечена. Касательно онлайна. Поскольку игра не для всех, в среднем онлайн составляет 2-3 тысячи человек. Тем не менее, рано или поздно вы найдёте себе человека, с которым можно 24 на 7 играть в эту игру. А на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео во всех социальных сетях и нажимайте на колокольчик. Также добавьте ко мне друзья ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на второй канал и донайте. Все ссылки будут в описании. С вами был Вайпермен. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok